Актуальное интервью С чем приехали? Приехали с презентацией нашего региона. Мы хотим познакомить коллег с тем, как развивается Тульская область, какие изменения происходят в Тульской области. И потом Совет Федерации – это Палата регионов. И здесь действительно представители законодательной и исполнительной власти регионов. Есть не только чем поделиться своим опытом, но есть еще чему поучиться. Сегодня у нас завершающий день. До этого наши коллеги приняли участие в заседании профильных комитетов. И, конечно, для наших руководителей министерств, ведомств, которые отвечают по своим направлениям, это не только возможность рассказать о своей работе, но и, самое главное, обменяться мнениями и взять лучшие практики из других регионов. Давайте тогда по порядку. С точки зрения экономики, что из себя сегодня представляет ваш регион? – Регион развивающийся. В целом мы развиваемся чуть быстрее, чем Российская Федерация. И по темпам развития регион занимает в ЦФО одну из лидирующих позиций. По целому ряду позиций – это четвертая и пятая позиции. А по росту собственных доходов мы в прошлом году заняли первое место. В принципе, динамика положительно у нас сохраняется и в текущем году. Поэтому сама по себе область достаточно компактная – это 25 тысяч квадратных километров. Близость к основным рынкам сбыта продукции – это Москва, Московская область – соответственно, 180 километров от Москвы. Две основные федеральные трассы М2 и М4 в очень хорошем состоянии. М4 – это на сегодняшний день единственная федеральная платная трасса. М2, соответственно, как трасса-дублер, которую мы в этом году должны полностью привести в порядок. Она будет отвечать всем современным стандартам. Мы заинтересованы в развитии, прежде всего, конечно, того производства, которое дает высокую добавленную стоимость, высокопроизводительное производство. Ну и, конечно… Ну, назовите промышленность. Мы-то знаем, чем вы славитесь. Мы, на самом деле, сегодня очень неплохо развиваемся в станкостроении, мы неплохо развиваемся в машиностроении, хорошее развитие у нас идет по химии. И сегодня те модернизационные процессы, которые прошли на наших химических предприятиях, это, прежде всего, те предприятия, которые расположены в городе Новомосковске, эти площадки могут привлечь в том числе и новых производителей. Есть у нас небольшое отставание по селу, но как раз это и дает нам определенные возможности по более эффективному и быстрому развитию сельскохозяйства. Потому что сегодня заниматься сельхозпроизводством становится выгодно. Это и свинина, это и производство молока, производство говядины. И, на самом деле, практически все позиции, по которым можно развивать сельское хозяйство, сегодня могут приносить существенный доход. Да, очень многие представители именно сельхозпроизводителей Тульской области на заседании комитета высказывали огромное количество предложений, поддержку фермерства непосредственно. В этом плане, как вы рассчитываете поддерживать фермеров? Что ждете от центра? У нас основные программы, по которым мы принимаем участие, это программы, которые продиктованы в федерации. И мы очень активно в эти программы включаемся. Это в основном программы, предусматривающие совместное финансирование 50 на 50 из федерации, из региона. Объем такой поддержки по текущему году почти 2 миллиарда рублей. Это и гектарная поддержка сельхозпроизводителей, это и поддержка фермеров начинающих, это и поддержка существующих производителей. В этом году мы наблюдаем существенный прирост по молоку. К сожалению, по производству, по свиноводству, по производству свинины мы в этом году выглядим плохо, потому что у нас была беда, случилась АЧС на одном из наших крупнейших предприятий. Но предприятие, мы провели все необходимые мероприятия по санитарной очистке, и сегодня предприятие снова начало работать. Мы планируем на базе этого предприятия создать еще более мощное производство свинины на базе предприятия Лазаревской. Я так понимаю, вы еще стали посматривать в сторону автомобилестроения, судя по тем договоренностям, которые были подписаны в Шанхае? Мы не только посматриваем. Мы планируем уже в 2017 году выпустить первые автомобили в индустриальном парке «Узловая». Первым резидентом у нас будет китайская компания-автопроизводитель «Грейт Волб». Соответственно, в этом году мы начинаем в августе уже строительство, и в 2017 году мы ожидаем выпуск первого автомобиля. Соответственно, это большой объем производства. Мы планируем, что на территории Тульской области будет комплексное производство автомобилей, начиная от штамповки, покраски и в том числе до производства двигателей. Общий объем финансирования почти 18 миллиардов рублей. Полностью иностранная инвестиция? Полностью иностранная, но это будет российское предприятие. В каком контексте тогда? В прямом. Потому что, во-первых, это будет российское юридическое. Во-вторых, завод, который будет расположен на территории индустриального парка «Узловая», это будет российское предприятие. Слушайте, его же не сложишь, с собой не увезешь. Поэтому на этом предприятии будет трудиться почти 3000 человек. И объем производства 150 автомобилей внедорожников в год. Это вот то, на что мы должны выйти на первом этапе. Дальше – это возможное производство трансмиссии и, может быть, увеличение производства дальше. То есть, по большому счету, и стопроцентное производство самих автомобилей? То есть, не только сборка? Нет, будет стопроцентное производство за исключением трансмиссии. То есть, коробка передачи – это то, что будет привозиться и устанавливаться, а, включая производство двигателя, будет производиться у нас «Узловой». Кроме китайцев еще кто-то заинтересовался открыть производство? Да, мы ведем активные переговоры. И у нас площадка, несмотря на то, что площадка индустриального парка «Узловая», она одна из самых больших в Центральной России. Это почти 2500 гектар. Но думаю, что за ближайшие полтора-два года она будет полностью заполнена. И объем рабочих мест, которые мы планируем привлечь, это примерно 15-20 тысяч новых рабочих мест. Я так понимаю, вы изучили опыт своих соседей? Да, мы учимся, конечно. Мы учимся в том числе и у наших передовиков и Калужской области. Опыт Анатолия Дмитриевича Артамонова, он действительно во многом нам помог. Хочу сказать, что новая индустриализация – это тот плод, тот корабль, который действительно в целом может вытянуть всю экономику России на новые, более качественные рубежи. Для этого необходимы люди, профессиональные инженеры, молодые кадры, о которых не так давно говорил президент. Это правда. И самое главное – это, конечно, высококвалифицированные кадры, потому что инфраструктура и так далее – это все дело наживное. Но люди – это самое важное. Да, в общем-то, все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы жители области и в целом жители России стали жить лучше. А сегодня демографические проблемы для Тульской области, они серьезные. Мы, к сожалению, пока еще остаемся регионом с высокой долей населения пенсионного возраста, почти 36%, и у нас пока еще есть убыль населения. Но я очень надеюсь, что те программы, которые реализуют муниципальные и государственные власти субъекта, то, что мы делаем вместе с людьми и делаем для людей, что это позволит нам не только остановить убыль населения, но в том числе и получить прибавку. Мы готовы привлекать людей, которые хотели бы изменить место жительства и которые выбирают, где бы они могли остановиться. Мне кажется, Тульская область в этом смысле может быть очень комфортным регионом для того, чтобы приехать, начать свое дело, либо найти занятие по душе. Вот так плавно мы переходим к социалке. В этом плане, что у вас сейчас делается? Прежде всего, меня интересует, например, поддержка молодых семей и многодетности. Вы знаете, конечно, для нас очень важный вопрос – это исполнение указов президента, майских указов президента. И хочу сказать, что все указы президента, они работают комплексно, они все направлены на существенное качественное улучшение жизни жителей области. И молодые семьи – это одно из направлений. Ежегодно у нас 500 молодых семей получают поддержку на приобретение жилья. У нас есть специальные нормы поддержки для молодых семей, которые воспитывают детей. Это, прежде всего, второй, третий ребенок. Ну, третья многодетная семья – это там, где тревоги больше детей. У нас очень обширная сфера поддержки. А уже начиная со второго ребенка мы поддерживаем мамочку, которая, скажем, воспитывает ребенка от полутора до трех лет. Мы в этом году, с 1 июля, установили дополнительную меру социальной поддержки в размере 4 тысяч рублей. А для молодых семей, которые родители студенты, мы от рождения до трех лет установили меру социальной поддержки 6,5 тысяч рублей. Для того, чтобы родители могли не стесняться. И когда женщины оказываются беременны, чтобы они никогда не задумывались о каком-то прерывании беременности. Хочу сказать, что количество абортов в области за год снизилось более чем на тысячу. Это уже достижение, можно сказать. Хочу сказать, что да. Хотя еще темпы рождаемости, мы не очень довольны тем объемом и темпами рождаемости, которые у нас есть. Что касается выделения земельных участков для многодетных семей, есть ли такая проблема в вашей области? Такой проблемы нет. Земельные участки муниципалитета выделяют в соответствии с распоряжением президента. То есть здесь у нас работа идет комплексно. Единственное, конечно, это вопрос обеспечения сетями. Но здесь мы тоже помогаем. У нас есть программа, когда мы оказываем меры социальной поддержки многодетным семьям для подсоединения этих земельных участков с семьей необходимой инфраструктурой. Очереди детские сады? Планируем в этом году очередь от 3 до 7 лет закрыть полностью. И будем заниматься очередью ясельного возраста от года до 3. У нас она не очень большая. Это 1700 человек. А мы планируем только в Туле в этом году открыть 5 новых детских садов. Это почти тысяча новых, соответственно, мест. Поэтому думаю, что в этом году от 3 до 7 закроем полностью. И будем дальше заниматься уже ясельками. Так. И один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день, по крайней мере для Совета Федерации. У нас же Гудкультура под председателем Совета Федерации Валентина Твиенко. Что у вас происходит? У нас огромное количество мероприятий. Но прежде всего это мероприятия, посвященные 700-летию со дня рождения Сергея Радовничского. И Тульская область здесь активный участник, потому что Куликово поле находится на территории Тульской области. Планируем до дня города, области, которая у нас в этом году, 13 сентября, завершить все мероприятия по приведению Кремля в такой нормальный, хороший, комплексный вид. То есть, когда можно приехать и посмотреть всю эту красоту? Думаю, что 13 сентября можно будет увидеть уже 90% мероприятий. Дальше мы надеемся завершить до конца года реконструкцию. Так сложилось у нас на территории Кремля две подстанции. Были построены одна сто лет назад, вторая, ну, чуть больше сто лет, вторая, почти 60 лет назад. И, соответственно, мы эти подстанции сейчас реконструируем. И на территории этих подстанций будут открыты новые выставочные комплексы. Это будет, возможно, музей самоваров, музей пряника. Ну, то есть, разные вариации. Бренды Тульской области. Бренды Тульской области. Владимир Сергеевич, не буду вас задерживать. Знаю, что у вас очень много государственных дел и дел региональных. Пожелаю вам удачи. Надеюсь, что это не последняя встреча, по крайней мере, здесь, в Совет Федерации, в нашей студии. Спасибо вам большое. Всего самого наилучшего. Это была программа «Актуальный интервью». До встречи.